Теперь давайте мы придем к Казахстану. Смотрите, у нас эти вопросы сняты. Программа демократического выбора Казахстана предполагает программу политический реформ. Должности президента не будет, парламентская республика, Акимы избирается, судьи избираются. Везде народ является участником политического процесса и контролирует власть. И у нас проблема в том, что мы не получаем поддержку, должную со стороны общества. Активистов задерживают. У нас есть ячейки, у нас есть внешний штаб, у нас есть в принципе активисты и ячейки по всей стране, но их недостаточно. Как я говорил, в Алма-Ате и в Астане у нас должно быть минимум 1000 ячеек, по 5000 человек активистов в Алматы и в Астане и минимум по 200-300 ячеек, приблизительно 1000 или 1500 активистов в региональных городах. Вот куда мы должны стремиться. А так у нас все есть. Платформа политическая, программа реформ. Никто не смог и не сможет опровергнуть наши программы. Нам нужно сейчас добиться, чтобы наше общество стало активным, как в России. И чтобы наше общество поддерживало активистов, финансировало их всеми, поддерживало активистов, когда их задерживают в тюрьме, потому что без этого авангарда, без большого количества ячеек, без организаторов этих митингов мы не сумеем добиться успеха, взять Ахарду, потому что эти массы должны возглавлять активисты в каждом областном центре и в каждом городе. Это не может один человек прилетать, последовательно 20 городов прилететь, двинуть процесс и везде добиться перемен. В каждом городе должны быть сотни и тысяч активистов. Нам осталось буквально сделать немного. Нам нужно сейчас в наши ряды, чтобы влилось как можно больше молодежи. Без ячеек невозможно провести смену режима. Это мы должны себе ясно уяснить. Ячейки по 5 человек собираются доверенные лица, объединяются, взаимодействуют со штабом и в день митинга тысячи людей, управляемых из единого центра, действуют по единому плану. Более того, мы уже подготовили проекты указов, кого арестовать. Мы разработали пакет, мотивирующий для силовиков. Мы все разработали. То есть, фактически, когда сегодня произойдет смена режима, это просто руководители временного правительства на местах будут озвучивать те или иные решения, которые поддерживают все население. У нас все готово. Что нам не хватает? Нам не хватает нужного количества ячеек. Нам не хватает, чтобы наше население стало более активным. Поэтому наша задача сейчас проведить всемирную агитацию для того, чтобы люди осознали, что необходима смена режима. Не просто сидя на диване, мы не хотим режима, мы хотим смены. Необходимо участие каждого из вас. Финансовое, участие на митингах, участие в социальных сетях, массовая поддержка, социально активное общество. И все. У нас остальное все есть. У нас есть штаб, у нас есть команда. Нам нужно только ее расширить, и все, режима не будет.